Библейский портал экзегет.ру представляет Книга «Причи Соломона», 25 глава, читая перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Ну вот в этой главе начинается еще один раздел этой книги. У нас был большой Соломонов сборник с 10 по 24, самая большая часть, примерно полкниги. А здесь меньше, но довольно своеобразный сборник. Малый Соломонов, так его называют. Потому что он тоже восходит к Соломону, но у нас сразу оговорка. Вот другие притчи Соломона, сохраненные людьми языки царей Иудии. Языкей был его потомком и жил намного позже. То есть эти притчи передавались как предания. Видимо, в эпоху языки они были собраны и записаны. Книгу притчи Соломон не писал в таком виде, что интересно. И сразу мы видим, что действительно другая тематика немножко у этого сборника. Ну, в книге притчи все темы более или менее присутствуют во всей книге. Нельзя сказать, что первая глава про это, вторая про другое, третья про что-то совсем иное. Но этот сборник прежде всего царский. Соломон – идеальный царь. Сын Давида, при нем был золотой век в Израиле. И как править царю? Вот Соломон, наверное, знает. Поэтому из речений именно Соломона они составляют именно малый Соломонов сборник, то есть наставление для царя. Славен Бог, тайное сокрывший. Славен царь, тайное понявший. Вот здесь трудно переводить такие выражения, но, в общем, дословно, слава Бога скрывать дело, слава царя раскрывать дело. Бог сотворил этот мир полным тайн. А царь – человек особо мудрый, особо проницательный. А Соломония – это, можно сказать, наивысшей степени. Его задача – явить эту тайну. И то, и другое – разные стороны одной славы. Если бы мир был простым, как три копейки, ну, в нем было бы скучно. А если бы эти тайны никто не мог раскрыть, он бы казался опасным и бессмысленным. А вот мир, в котором тайны есть, но есть тот, кто их раскрывает. И это слава. Слава Богу и слава царя. А почему именно царь, а не мудрец? Ну, потому что царь – это человек, который стоит во главе своего народа. И очень важно, чтобы он правил по мудрости и правил в согласии с волей Божьей, в согласии с тем, как устроен этот мир. К сожалению, не со всеми царями это бывало. Небесную высь, земную глупость, сердце царя – не понять. Вообще не понять сердце любого человека. Но сердце царя, естественно, в огромной степени определяет то, что происходит со всем народом. Поэтому о нем отдельно. Удали примеси с серебра, и у мастера выйдет чаша. Удали нечестивца от царя, и праведность у престола утвердится. С одной стороны, царь такой особый, важный, и у него все совсем иначе, чем у остальных. А с другой стороны, кто рядом с ним, во многом и определяет, как он живет. Вот что с царем происходит. Не красуйся перед царем, в один ряд с вельможеми не становись. Лучше пускажет тебе поднимись повыше, чем унизит тебя перед знатью. Ну вот в Евангелии есть притча о человеке, который пришел на пир и занял последнее место, и ему сказали пересядь повыше. До сих пор в некоторых традиционных культурах, в Средней Азии я это видел, гостя сажают на определенное место. Ты не можешь просто так сесть за стол, но там и стол-то, это не совсем стол, да стархан такая, небольшая возвышенность. Но все равно вот есть место для хозяина, есть место для гостя, для почетного, для менее, они все ранжированы. И когда человек сам себя ставит на первое место, его, скорее всего, с этого места спустят. Лучше ты займи место поскромнее, и тебе перед другими людьми будет очень приятно, когда тебя попросят пройти повыше. Оценивай себя ниже, чем тебя оценивают окружающие. Что увидишь своими глазами, не торопись выносить на суд, а иначе каково будет потом, когда посрамит тебя ближний? Вот мы увидели своими глазами, но мы же видели, мы же очевидцы, мы же свидетели. Откуда мы знаем, правильно ли мы это поняли? Как часто по внешним признакам люди опрометчиво судят, попадают в просак, когда другой человек приходит и описывает картины совершенно с иной стороны. Судись с ближним лишь по собственному делу, чужой тайны не разглашай, а расскажешь, тебя же опозорят, и бесчестия тогда не миновать. Уважение, как сегодня там говорят, персональных сведений, тайны личной жизни, переписки. То есть свое дело ты знаешь, а чужое, ну, наблюдаешь со стороны и видишь лишь какие-то отдельные его проявления, можешь быть очень пристрастенны и неполны на своих оценках. Ну и вообще, для всего есть мера, время и место. Золотые яблоки на серебряном подносе – таково слово, сказанное ко времени. Золотая серьга, червонная подвеска – таков мудрый упрек для чуткого уха. Вообще, всякое слово, как золото на серебре, а мудрый упрек – это серьга, вот ее в ухо можно вдеть, то есть то, что украшает именно ухо, как орган слуха. Значит, упрек – это одно из самых главных украшений. Мы думаем, упрек – это позор, это неприятность, да, отругали, но нет, упрек – это способ исправить что-то. Это ресурс. Прохлада снега в разгар жатвы – таков для хозяина верный исполнитель. Придаст он сил своему господину. У них, конечно, очень жарко летом, представим себе, как вдруг у них нет кондиционеров, холодильников, ничего этого нет, и вдруг жара, вот жатва, тяжело работают, все впоту, и вдруг снег, да, вдруг там целую лохань снега выносят, и прямо этим снегом там умываются работники, да. Вот верный исполнитель такой человек, который, когда все жарко, плохо, трудно, он придает сил. Тучи да ветер, а дождя все нет, так и тот, кто впустую сулит подарки, да, бывают такие люди, все что-то обещают. Без дождя плохо, особенно на Ближнем Востоке, где от него зависит снабжение водой. Долготерпение убедит и властителя, мягкая речь про мёд и твердолобого. То есть, как у нас, против лома нет приёма? Да нет, мягкая речь против твёрдости. Нашёл мёд, поешь досыта, но не объедайся до тошноты. Тогда не было пасек, то есть мёд брали от диких пчёл, поэтому это было такое неожиданное явление, пошли там куда-то, где пчёлы, о, есть мёд, можно поесть его, да, но не объедайся до тошноты. Не ходи к другу слишком часто, не то присытятся с тобой до отвращения. Хорошо общаться с друзьями, но иногда уже тошнит, да, то есть не надо излишеством предаваться даже в хороших делах. Палец, меч, острая стрела, таков для ближнего лжесвидетель. Лжесвидетель тот, кто обманывает, тот, кто излагает всё не так, как было. Как от зуба гнилого, от ноги хромой, проку от неверного в день беды. Понятно, конечно же, да. Как в холодный день срывать одежду, как уксус лить на соду, так и песни петь тому, кто в горе. Уксус на соду, появляется такая химическая реакция, да, то есть газ сразу выходит углекислый. И понятно, что если печальному человеку в трауре вдруг специально какие-то вот знаки веселья подавать, песни петь, да, то есть игнорировать его право на горе, то тоже будет бурная реакция. Дайте человеку погоревать. И тут же, если голоден твой враг, дай ему хлеба, если жаждет, напои водой. Так сгребаешь ты угли ему на голову, а тебя вознаградит Господь. Хочешь отомстить? Пожалуйста. Окажи человеку добрую услугу. И тогда Господь его накажет за его зло, а тебя наградит за твое добро. И в результате ты хотел его наказать, он наказан, ты хотел себя наградить, ты награжден. Но ему сделай добро. И тогда его Бог накажет, а не ты. Северный ветер несет с собой ливни, а язык сплетника озлобленные взгляды. Еще бы тут разносит сплетню, он, конечно, порождает много злобы. Дальше опять про жену. Уже это было. «Лучше жить на краю кровли, чем делить кровь со сварливой женой». Буквальный повтор стиха, который уже был. Кровля, напомню, это у них все-таки плоская крыша, то есть там можно было постелить себя, как-то лечь спать, хотя, конечно, не так комфортно, как внутри дома. «Как прохладная вода для измученной души, так и добрая весть с дальней стороны». Ну да, конечно, если там кто-то дорогой нашему сердцу. «Как загрязненный родник, оскверненный источник, так и праведник, дрожащий перед нечестивцем». Вроде вода, да, вот тут вода сравнивается с чем-то очень хорошим, приятным, желанным, но она бывает грязная, оскверненная. И пить ее не хочется. И праведник, который дрожит перед нечестивцем, он как раз вот осквернен этой грязью. Он вроде бы и вода, но эту воду в рот не хочется брать. «Нехорошо объедаться медом или добиваться похвалы». Мед – хорошая вещь, похвала тоже. Но вот не слишком, не слишком, не настаивай, не старайся все себе. «Как разоренный город без стены, так и человек, не владеющий собой». Кто угодно в него войдет, город без стены. Тогда города обносились стеной, и, соответственно, стража могла спросить на входе в воротах, кто, куда идешь. А город без стены, да еще и разоренный, кто угодно войдет, что угодно внесет, вынесет. Человек, не владеющий собой, им чувства владеют. Любое чувство зашло, и что хочет, с ним и сделало. А он сам абсолютно собой не владеет. Но эти изречения малого Соломонова сборника продолжатся в следующей главе.